всем большой привет меня зовут лада у нас с вами девчонки на носу осень а это значит что время начинать подготавливать свой осенний гардероб в этом видео я хочу вам показать свой базовый осенний гардероб поэтому если вам интересно оставайтесь со мной и не переключайтесь сразу хочу сказать то что я вам сегодня расскажу и покажу больше относится к осеннему гардеробу в более теплом климате так как я живу в практически постоянном лете осень как таковая у нас приходит где-то может быть только в конце ноября в начале декабря поэтому в моем осеннем гардеробе вы не увидите пульт и теплых достаточно массивных курток самое теплое что я ношу это вот такой вот пуховик без рукавов но мы к нему перейдем дальше поэтому девчонки мой осенний гардероб который я ношу на протяжении всей осени для тех кто живет на той стороне земного шара а то есть в россии европе или украине в общем странах снг такая подборка гардероба скорее подойдет на раннюю осень но я надеюсь что вам будет все-таки интересно посмотреть мою подборочку поэтому давайте скорее начинать хочу сказать что в моем гардеробе очень много жакетов и пиджаков и я ношу их в основном на какие-то футболки или легкие кофты с длинным рукавом поэтому я взяла вот такую вот одну простую белую футболочку чтобы вам было наглядно понятно чем я ношу свои пиджаки и какие-то кардиганы вот давайте мы сейчас начнем наверное с низов я хочу показать вот такую вот юбку эта юбка она вообще летняя она из шелка плессированная но я ее использую под свой осенний гардероб надевая ее вместе с какими-то массивными жакетами сапогами это смотрится очень красиво такой контраст женственности и в то же время каких-то оверсайз свитеров возможно даже и и надеть какими-то массивными черными ботинками будет смотреться очень классно поэтому эту юбку я отношу и к своему осеннему гардеробу тоже давайте теперь перейдем к штанишкам у меня есть вот такие вот кожаные черные брючки я думаю что для осени это просто незаменимый вариант это не настоящая кожа я не ношу настоящую кожу это кожзам но при этом они выглядят вот прям как натуральные отлично смотрятся с длинными оверсайд жакетами сапогами и тепло и комфортно и уютно конечно же ни один мой сезонный гардероб не обходится без моих мам джинс это база моя и на лето и на весну и на осень и на зиму вы сами прекрасно знаете видели эти джинсы во многих моих видео еще раз повторюсь что девчонки это джинсы с алиэкспресс и ссылку я оставлю под этим видео для тех кто до сих пор не нашел свои идеальные манс джинс обязательно обратите внимание потому что лучше вот я честно говоря еще и не видела ни в одном магазине не онлайн не воочию дальше буквально недавно в своем инстаграм в stories кстати если вы еще не подписаны на мой инстаграм обязательно подписывайтесь ссылка на него будет в описании к этому видео я жаловалась на то что я не могу найти себе идеальные серые джинсы есть черные есть синие голубые какие угодно только не серые и есть серые но они больше склонны к какому-то голубому цвету то есть вот если в темноте даже и не поймешь что это серый и наконец-то в заре девчонки я нашла себе вот такие вот серые мам с джинс я в них просто влюблена я взяла себе специально на размер больше чтобы они сидели прям вот так знаете мешковым они так и называются у них стиль беги стайл что переводится как мешковатый стиль очень уютно и комфортно обожаю такой стиль для осени если летом я люблю более какие-то женственные наряды то осенью вот это вот просто ван лав я обожаю такие свободные штаны и отлично конечно они смотрятся и с пиджаками и с кардиганами и с куртками в общем обалденные девчонки я уверена что они в заре и еще есть потому что по-моему это было новая коллекция я купил их буквально на днях если вы в поисках вот таких вот мешковатых брючек то бегом зару там кстати они были в разных цветах были черные были голубые были синие и по-моему даже бежевые или белые точно не помню вот в общем вот такая вот находка у меня на эту осень от которой я просто в восторге давайте теперь перейдем к рубашкам у меня есть на осень две вот такие рубашки но прям вот осень осенняя да вот такие цвета одна цвет хаки это мой самый любимый цвет вообще на осень в особенности обалденно подчеркивает зеленые глаза девчонки если вы обладательница зеленых глаз обязательно присмотритесь к цвету одежды вот такого вот оливкового цвета он невероятно подчеркивает глаза и вторая рубашка у меня вот такого вот цвета вина как его еще называют борт цвет бургунди у меня есть еще несколько рубашек черное белое если черные белые я ношу и летом поверх каких-то топов и весной могу надеть то вот эти вот конкретно я ношу только осенью потому что цвета прям осенние дальше у меня два костюма один костюм из вот такого вот флиса это кстати тоже алиэкспресс очень классный мягкий костюм прям вот уют уютович он очень удобный очень комфортный для прогулок такими знаете промозглыми осенними вечерами и днями на прогулку с собакой или с ребенком когда не нужно заморачиваться что надеть что к чему подобрать набросил вот этот вот костюмчик набросил сверху какую-то куртку или дутую безрукавку как у меня и побежал по своим делам просто незаменимый вариант следующий костюм это тоже кстати алиэкспресс но по нему в жизни этого не скажешь это костюм с юбкой юбка карандаш и укороченный белый свитер девчонки он смотрится просто бомба во первых он такой мягкий я вам не могу передать его качество он теплый уютный и очень согревает в в осеннюю погоду тоже если надеть его с пальто с длинным я завидую тем кто носит пальто потому что это так стильно пальто можно подобрать любого оттенка и кремовые шоколадные черные к сожалению моя осень не позволяет носить пальто у нас осень очень странно и даже если у утра даже даже если ранним утром и поздним вечером прохладненько и вы набросите какую-то курточку или какую-то жакетку то днем и все равно разденетесь добрый телик и до шлепок поэтому пальто конечно у нас ну никак не впишешь в гардероб вот в общем вот этот костюм его конечно каждый день не наденешь он очень классно подойдет если вы работаете в офисе с какими-то сапожками на каблучке просто обалденно дальше давайте перейдем к жакетом у меня есть вот такой жакет горчичного цвета это и членом он у меня уже несколько сезонов и я люблю его нежной любовью и вот просто каждый раз при расхламлении гардероба избавляюсь от всего что угодно но только не от этого кардигана он классно смотрится даже знаете девчонки если бывают такие дни осенние теплые когда можно надеть какие-то шортики например с теплыми колготами массивными сапожками и поверх набросить вот такой вот кардиган потому что он удлиненный он практически до колен это будет просто супер стильный лук и знаете бывает такой горчичный цвет у кардиганов вот прям бабушкин этот нет этот немножко такой приглушенный не давящий не бросается в глаза просто обожаю этот жакет следующий жакет который тоже я на базовой основе ношу практически совсем подряд это вот такой укороченный кардиганчик он от зары у него вот такой вот поясок он настолько уютный теплый и мягкий я просто его обожаю у него немножко линия плечиков спущенная от этого создается такой немножко оверсайз стиль очень красиво смотрится с джинсами особенно с завышенной талией в общем обожаю 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 и самая настоящая база так как цвет у него вот такой вот нейтральный вы меня сейчас спросите куда я постоянно смотрю у меня здесь зеркало просто я смотрю как вещи смотрятся на вешалке когда я вам их показываю в моем гардеробе очень много свитшотов я обожаю этот вид одежды на осень для меня это просто незаменимый вариант опять-таки для нашей погоды это самый выигрышный вариант потому что он не настолько теплый не настолько массивный но при этом такие осенние вечера как раз это то что надо вот я взяла из всей своей коллекции вам показать один хотя бы какой-то потому что в основном всех я их использую как базу но показать их всех это было бы конечно очень долго вот такой вот кремового какого-то молочного цвета свитшот с надписью уикендинг самый класс носить его на выходных вот в общем вот такой вот вариант дальше у меня пиджаки пиджаки это тоже неотъемлемая часть моих моего осеннего гардероба один вот такой пиджак это тоже алиэкспресс девчонки он оверсайз сначала когда наверное тот кто смотрит меня давно знают историю этого пиджака когда я его заказала и только вытащил распаковала он мне показался огромным я его даже примерять не захотела я его убрала думала куда-то я его отдам или перепри перепри впереди перепередарю или передарю кому-нибудь но потом однажды куда-то я собиралась надела кстати вот эти свои кожаные штанишки и думаю да я примерю этот пиджак и я просто влюбилась в то как он нам не сидит вот этот вот оверсайз он это размер м я сначала пожалела думаю надо было взять с q а потом конечно я осталась очень довольна что я взяла м q потому что его тип он должен именно сидеть как оверсайз немножко свободно на осень вот такой вариант просто отлично он подойдет совсем и с джинсами и даже с какими-то деловыми юбками если вы работаете в офисе и следующий пиджак от h&m это вот такой пиджачок с присобранными рукавчиками обожаю такой стиль пиджаков я вообще сама всегда все свитера и пиджаки рукава подворачиваю а здесь вот такая удача что они сделаны уже вот так как будто бы они присобраны и сзади у него вот такая вот ленточка которую можно затянуть под вашу талию ну а если вы хотите чтобы он сидел свободно то просто ее оставить вот так вот этот пиджак тоже отлично смотрится джинсами особенно у которых завышенная талия с какими-то кроп топами набросить вот так вот поверх и просто идеальный вариант дальше я вам покажу два платья одно значит это вот такое платье свитер с вот таким вот горлышком как он уздечка называется честно говоря я уже не помню на английском это называется турнинг вот мне мой сын подсказывает и у него тоже видите рукава вот где должно быть плечо и где вот заканчивать рукав он сделан это небольшой размер он сделан так специально чтобы у него был лук как будто бы он оверсайз очень классный вариант тоже если вам куда-то бежать и не охота подбирать что с чем надеть вот такое платье его можно сочетать и с туфельками с какими-то простыми лодочками и с сапогами и даже с массивными какими-то ботинками он тоже будет смотреться отлично если у вас есть желание его можно подпоясать если нет вот так вот на выпуск тоже смотрится отлично и следующее платье это вот такое трикотажное платье черного цвета она стрейчевая и длина его где-то до середины щиколотки тоже очень его люблю носить осенью особенно с какими-то куртками с джинсовой курткой или с кожанкой тоже отлично смотрится и под него классно подойдут как кеды например белые так и какие-то сапожки на каблуке зависимости от того по какому поводу вы его надеваете очень его люблю тоже такое мягкое конечно же мой осенний гардероб никак не обойдется без кожаные черные куртки она идеально дополнит но просто любой образ начиная от юбок заканчивая джинсами и даже какими-то деловыми костюмами даже вот с этим белым костюмом девчонки кожанка ну будет просто обалденно смотреться особенно если вы надеваете его с какими-то массивными черными ботиночками будет смотреться просто обалденно я считаю что кожаная куртка такая должна быть у каждой девушки в гардеробе девчонки это тоже кожзам я брала ее фору твой new one вот и тоже я взяла это кстати размер с у нее сам по себе такой стиль она немножко оверсайз дальше конечно же ну конечно куда мы без джинсовой куртки это база ну просто на любое время года и на осень и на лето и вообще на все что угодно я ношу джинсовую куртку даже летом девчонки с какими-то женственными платьицами но на осень конечно это сам бог велел джинсовая куртка и то о чем я говорила у меня вот такая жилетка для флориды где я живу на осень это самый идеальный вариант у меня и у моих сыновей такие имеются мы не покупаем пуховики единственный пуховик который нам позволяет погода это в виде жилетки потому что его можно набросить даже на футболку что для нашей погоды очень очень подходящий вариант потому что как я уже сказала утром иногда бывает прям так зябко а потом уже жара и вот в такие как раз моменты спасает такой пуховик ты его утром набросил даже вот я ношу их с этот пуховик со свитшотами а потом уже днем когда распогодилась снял его и все и не надо таскать за собой куртку или пальто или там шубу что нам вообще никогда не снилось я очень давно мечтала а пуховики вот таком жилетки такой но я всегда хотела ее с капюшоном и чтобы на капюшоне был была меховая оборка но сколько лет я ищу я такое найти не могу поэтому в ченым то что мне попалось наконец то что я хотела хотя бы цвет и фасон я его поскорее отхватила даже без капюшона давайте перейдем к аксессуарам это обувь и сумки я покажу вам свои рюкзачки у меня вот такой вот бежевый и белый да я если осень это не значит что сумки должны быть только темные для меня это нет я очень люблю белые сумки и для меня белый рюкзак на осень это вполне приемлемо потому что он подходит подо все и вот такой вот бежевый тоже при этом конечно еще я ношу и не только рюкзаки но и вот сумочки есть вот такая бежевая которая подо все тоже идеально подходит у меня есть такая еще ну не такая же маленькая сумочка почитали он черного цвета она сейчас к сожалению там внизу я не могу туда пойти мне там малыш спит сейчас перебужу также вот такая белая тоже но просто подо все подойдет девчонки это сумка с алиэкспресс вот просто даже вот сюда к моему этому аутфиту идеально подходит так давайте перейдем к обуви первое это конечно же ну куда без белых кет это конечно обувь номер один для меня подо все и в пир и в мир и в добрые люди и в каждом видео я в каждом своем базовом гардеробе это показываю девчонки не буду повторяться все прекрасно знаем что без белых кроссовок также как бежим своей куртки мы никуда дальше у меня вот такие вот черные ботиночки я уже упоминала несколько аутфитов которым бы они подошли тоже я кстати долго очень много лет я не решалась купить себе такую обувь потому что мне казалось что это совсем не мой стиль но потом все-таки я решилась и не жалею потому что даже с какими-то женственными платьицами и юбочками можно составить идеальный аутфит вот такими вот классными массивными ботинками ой блин как они называются вот просто и вот так в голове следующая моя обувь на осень которая обязательно есть моем гардеробе это вот такие вот ботильончики у меня есть черные и вот такой цвет серо-бежевый даже не знаю честно говоря как этот цвет описать но такой цвет который подходит просто под любой аутфит тоже и вот такие вот сапожки замшевые черные и бежевые у нас до бывает такая погода когда можно надеть сапоги где-то это наверное конец декабря январь пару недель нам перепадает такая погодка когда можно походить в сапогах и я конечно не упускаю такой возможности чтобы вот эти вот свои сапожки поносить кстати этим сапогам девчонки я даже сейчас и не посчитаю сколько лет ну наверное лет десять точно может быть посмотрите в каком идеальном они состоянии на них ни одного пятнышка это все потому что в сезон я их надеваю может быть один раз поэтому они мои любимые я их обожаю не избавлюсь от них наверное никогда и купила себе такие же черные тоже обалденно подходят под любой аутфит с юбочкой и так далее с какими-то платьицами так девчонки ну вот и все это был обзор моего осеннего гардероба базового надеюсь вам дало какие-то идеи возможно что с чем можно посочетать или то чего не хватало вашем гардеробе на осень в любом случае надеюсь что вам это видео было полезным большое спасибо что досмотрели его до конца подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео ну а мы с вами как всегда увидимся в следующем ролике пока